Ирина Дмитриевна Устинова Добрый день, Ирина Дмитриевна. Вашем очень интересном проекте, уже известном и уникальном, я бы сказала, который проходит на территории Карелии и называется «Музыкальный фестиваль «Русский Алла Симфони». Это действительно очень известные события, которые проходят летом. И расскажите, пожалуйста, об этом фестивале, как и когда возникла идея и какой пруть уже пройден к 2020 году. Вот нас очень интересует этот ваш уникальный проект. С удовольствием. Мы очень гордимся этим проектом. Для нас это вообще за последние 4 года стало делом жизни вообще всей филомонии. Это наше такое большое детище, которым мы очень гордимся. Вот буквально в декабре месяце мы привезли национальную премию в области событийного туризма из Екатеринбурга. Мы получили гран-при. Фестиваль зарождался и начинался в 2017 году. И у нас, в общем, наверное, довольно нестандартная ситуация вообще с зарождением фестиваля и с его появлением. Потому что мне кажется, что чаще всего это происходит в каких-то творческих кругах, рождается идея, какая-то проект дорабатывается под него, потом ищется финансирование. Там сначала делается это все, как правило, какими-то энтузиастами, потом это обрастает уже какими-то профессиональными вещами и так далее. У нас немножко нестандартная в этом смысле ситуация была, потому что в 2017 году глава Республики Карелия придумал этот фестиваль. Я уверена, что начнут меня закидывать многие камнями в том плане, что ну давай-давай, рассказывай нам, чтобы глава Республики придумал. Мы не верим, да? Типа не бывает. Да, не бывает. Так вот, феорити вашего главу. Нет, на самом деле действительно произошло именно так, потому что в тот момент Артур Олегович только-только в течение нескольких месяцев еще как заступил на пост исполняющего обязанности главы Карелии. И он ездил по территории Республики, ознакомился с различными объектами, в том числе, прежде всего, туристическими, потому что у нас, в принципе, в последние годы очень большая была сделана ставка на развитие туризма. И вот находясь в горном парке Рускеала, он услышал, как поет девушка, которая находилась в лодочке на горном озере, то есть она ехала и пела. Он услышал голос, и у него как бы вот пришла идея, что, может быть, попробовать какой-то здесь сделать какой-то праздник, связанный с музыкой, фестиваль. И буквально через некоторое время после этого он был у нас в филармонии на концерте, и вот предложил нам эту идею. Мы как-то обсудили, сразу же сказали, что давайте здорово, мы хотим такое тоже. Мы давно думали про какое-то Open Air или что-то связанное с музыкой на воде. Ну и, в общем, таким образом, через буквально уже месяц-полтора мы провели первый фестиваль. Потрясающе. Мы сами не понимаем, как это вот так получилось, но ситуация заключается в том, что, конечно, времени колоссально было мало на подготовку. И вот что мы смогли сделать за полтора месяца, да, это фактически придумать концертную программу с участием нашего симфонического оркестра, подтянуть солистов, которые согласились туда приехать бесплатно спеть, за что мы им до сих пор благодарны, замечательные артисты, которые выступили просто вот на нашем первом фестивале бесплатно, мы им долго оплатили все расходы, связанные с логистикой, да, и спонсоров, которые нам помогли установить сцену вот там, в итальянском карьере, на территории горного парка, потому что, конечно, это все равно деньги, то есть привезти туда за 200 с лишним километров от Петрозаводска сцену, поставить ее, запустить дизельный генератор, поставить какой-то минимальный набор света и звука, да, и так далее. То есть, конечно, здесь взаимодействовали вместе и филармония, и парк, горный парк Рускиала, потому что все-таки горный парк Рускиала на тот момент уже был достаточно известным объектом туристического показа, вход на территорию которого платный, вот, и, в общем, в 2017 году, как бы, нас история вот финансовая, там, про продажу билетов не заботила, мы, как филармония, занимались такой творческой частью, то есть наша задача была подготовить программу механического оркестра, согласовать с солистами ее, сделать из нее, ну, хороший творческий продукт, чтобы было достойное видение, чтобы можно было музыкальное произведение убедать не одну собой, чтобы это логически было, да, связано красиво, ну, и, соответственно, отрабатывать, отработать с командой, которая там ставила звук и свет, чтобы достойно это все звучало и выглядело, да, а, соответственно, наполнением вот этого всего занимался непосредственно горный парк, то есть они продавали какие-то билеты входные на первый год, по-моему, это была какая-то очень символическая цена, по-моему, 300 там или 400 рублей, и, насколько я понимаю, там более тысячи человек на вот этот единственный концерт, который, в общем-то, и был зарождением фестиваля, да, то есть первый год единственный концерт, субботний вечер, который назвался «Русский Алла Симфони», вот он дал старт нашему большому проекту. Мы на тот момент, там, за две недели придумали логотип, ну, вот что смогли своими силами, своими дизайнерами, филармоническими, не привлекая абсолютно никого, и вот оказалось так, что этот проект очень выстрелил, потому что подключилась активно туристическая индустрия, и горный парк отработал именно с крупными туроператорами, которые привозили туда, значит, людей для того, чтобы они могли этот концерт посмотреть, и он сразу же выстрелил именно в этой сфере, и фактически в первый же год получилось так, что фестиваль попал в топ-15 лучших региональных событий туристических России. Мы, конечно, не ожидали вообще такого результата, то есть мы когда это делали, мы даже не понимали, что из этого может сложиться, ну, и когда получили такой успех, то есть, в общем, стало понятно, что фестиваль дальше быть, развиваться, и дальше вот мы, собственно говоря, начали активно его работать с ним, продвигать, и вот пришли к такой точке, что вот четвертый наш фестиваль уже получил национальную премию в области субъективного туризма. Потрясающе. Ну, я думаю, что здесь можно уже нам что-то показать, в нашей аудитории, потому что лучше один раз увидеть хотя бы на экране. Итак, я вам показываю презентацию нашего фестиваля «Роски Алла Симфони». Это все про то, как проходил у нас фестиваль в 2020 году. Несмотря на пандемию, все-таки нам удалось фестиваль провести. Вот вы здесь можете на картинке увидеть наш мужской хор Корейской филармонии, который поет на плату, да, это одна сцена. Здесь вот перед вами возникает другая сцена, это сцена в итальянском карьере, на которой выступает симфонический оркестр. Здесь перед нами двое солистов. Это приглашенные солисты Камаринского театра и солисты Митрополита Нопера Олеси Петрова Мецисапрано и солист Мариинского театра Сергей Семешкур. Это была красивая оперная программа, где звучали самые шедевральные известные арии. Лозунг нашего фестиваля, который мы придумали уже в 2018 году и запустили, это «Мировой викенд в Карелии» — создание неповторимой атмосферы отдыха в сочетании музыки и природы. То есть мы вот идею того, что мы демонстрируем музыку красивую в красивом месте, то есть сочетание музыки и природы, мы взяли как за основную идею фестиваля, и несем ее и позиционируем дальше. Несколько слов об основной площадке. Горный парк Русскеала — это туристический объект, который находится в 200 с лишним километрах от Петрозаводска и в 200 с лишним километрах почти в 300 с Санкт-Петербурга. То есть это недалеко совсем от границы с Финляндией. И это такое место, которое, с одной стороны, труднодоступное, но, с другой стороны, очень привлекательное своими красотами. Вот если вы видите на слайде, что в 2020 году мы провели за один день 6 концертов разных жанров, и фестиваль посетило более 5000 человек. Это фактически максимальная вместимость парка, столько, сколько парк людей может попустить максимально за день, потому что территория ограничена, и у него есть так называемая фокусная способность. Здесь вы видите, как раз вот первая была картинка — это глава республики Артур Олегович, который всегда с приветственным словом выступает на нашем фестивале на основном концерте. И с 2017 года, естественно, фестиваль проводится при поддержке правительства Карелии и главы республики Карелия, но основным партнером является, конечно, Горный парк, на территории которого мы проводим этот проект. Я думаю, что потом, похоже, я немножко расскажу о нашем взаимодействии с парком. Но для нас очень важно, что в рамках создания и реализации этого проекта мы такое создали, может быть, нестандартный круг партнеров, которые не всегда могут объединиться. В данной ситуации мы как государственное учреждение, корейская государственная филармония, правительство и Министерство культуры Республики Карелия, туристический бизнес, то есть объект показа — это Горный парк Роскеала. И у нас есть еще два больших партнера, с которыми мы работаем. Это некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация, дирекция фестивальных программ Республики Карелия, которая на аутсорсинге часть работы выполняет, организационной по нашему фестивалю. И что для нас очень важно, это российские железные дороги, которые с 2019 года просто делают фантастические вещи в нашем понимании. То есть они запускают даже специальные рейсы ласточки поезда, которые приезжают прямо в Горный парк. Конечно, здесь парк тоже со своей стороны вложился, потому что они совместно с железной дорогой сумели продлить и восстановить старинную железную дорогу, которая когда-то была в том месте, где находится парк. То есть они сделали там перрон и сделали возможность приезда поезда прямо вот на территорию парка. И в день, когда у нас проходит фестиваль, у нас идут специальные рейсы из Санкт-Петербурга, которые привозят туристов прямо в парк. И, конечно, что для нас было новым для филармонии, это то, что мы начали работать системно-скуроператорами. То, что мы никогда не делали. И я думаю, что для большинства концертных организаций такого направления, как мы, академического, это, наверное, не очень стандартная ситуация. И немногие работают. Но вот занимаясь именно таким проектом, как фестиваль Open Air, мы поняли, что это важно и это нужно. И это то, что развивается и приносит свои плоды. И в 2020 году мы впервые тоже за все эти 4 года мы делали трансляции с места проведения. То есть мы задружились с Союзом кинематографистов Карелии, которые с нами отработали прекрасно целый день. И фактически через минут 5-7 после окончания концерта вживую на площадке он сразу же выходил в эфир. Прямого эфира у нас, к сожалению, не получилось в этом году. Но мы надеемся, что в 2021 году это случится. Но тем не менее, все равно с задержкой 10-15 минут после окончания концерта он уже появлялся в трансляции. Это было замечательно. Вот на этом слайде вы видите гостей, которые посещают наш фестиваль. Вот здесь, пожалуйста, Регина Тударенко, которая была в 2020 году на нашем фестивале. Для нас это очень важно, что к нам приезжают медийные личности для того, чтобы побывать здесь и в том числе использовать наше событие для своих репортажей. Потому что я считаю, что в плане медийности просто лучше не придумано, считаю, что это колоссальная реклама и колоссальное продвижение. Мы с 2008 года активно работаем по продаже билетов. Мы создали сайт фестиваля, на котором можно купить билеты онлайн. Заранее мы их запускаем. У нас гибкая ценовая политика, предусмотрены различные годные билеты для различных категорий граждан. Мы нашли, наконец-то, точку взаимодействия нормальную с туристическим бизнесом в плане того, как они могут продвигать наш продукт. Потому что взаимодействие парка с туристическим бизнесом, оно имело свои давние традиции. У них как-то это все было просто. То есть они просто бронируют, туристы приезжают, покупают билеты, там они как-то, видимо, расчеты между собой производят. У нас все сложно, потому что мы госучреждения, мы продаем билеты, у нас там бланки строгой отчетности и так далее. Но, тем не менее, мы нашли этот механизм. Мы на сайте нашего фестиваля запустили сервис личного кабинета для туристических компаний. То есть они к нам обращаются на почту, что мы такие-то, такие-то. Официальную информацию себе представляют. Мы даем им доступ в личный кабинет. И они в личном кабинете могут бронировать и выкупать то количество билетов, которое им необходимо. Оказалось, что это очень удобно, это работает и для них, и для нас. И, в общем, вполне успешно. Мы, конечно, считаем, сколько примерно билетов продают нам в туристический бизнес. Вот примерно порядка 25% в 2020 году было продано, 25% общего количества билетов было продано именно туроприатрами, которые приводили к нам туристов. То есть, тем не менее, все-таки львиную долю билетов мы продаем сами на сайте, и это частные личные покупатели, которые приходят либо к нам в кассу, либо на сайт. Конечно, для нас очень важно позиционировать наш фестиваль в медиапространстве, и мы активно занимаемся информированием индивидуальных туристов. Потому что все-таки, понимая, что 75% людей, которые туда приехали, они так или иначе индивидуально формировали свой маршрут туристический, мы должны с ними быть все время на связи. Для этого мы очень активно работали со всеми социальными сетями. Конечно, здесь у нас была нанята команда на аутсортинге, потому что своими и силами этого можно это вряд ли было возможно сделать. У нас созданы специальные группы фестиваля во всех социальных сетях. Там постоянно обновляется ежедневная информация, когда открывается продажа фестиваля. Там проводятся различные конкурсы, розыгрыши. Мы создали хештеги, которые мы постоянно использовали для социальных сетей. И что очень важно, мы еще в 2018 году для себя решили, что круглосуточный номер федерального значения 8800, который постоянно на связи с людьми, очень важен. И он тоже, как мне кажется, сделал свое дело, отработал. Мы будем и дальше эту систему использовать. То есть как только мы официально выпускаем в продажу фестиваль, с этого момента у нас работают все социальные сети, и у нас работает федеральный номер. То есть люди могут позвонить, бесплатно выяснить всю информацию. Это очень важно. И, конечно, для нас важно, чтобы на месте, когда люди приезжают, была возможность сразу же свои эмоции выражать посредством интернета. Поэтому мы здесь работали с горным парком совместно, для того, чтобы все-таки был устойчивый и мобильный интернет, и Wi-Fi на месте, для того, чтобы люди могли, фотографируясь, делиться фотографиями, ставить, использовать наши сэштеги и так далее. Потому что сейчас не секрет, что это одно из самых передовых направлений в плане позиционирования любого продукта. Для нас это очень важно. И, в общем, оказалось, это тоже работает. Действительно. Вот здесь не зря снова наша заставка, потому что вот эта картинка, которую вы увидели в самом начале сейчас, и вот вы ее видите на заднике основной сцены, это фирменный стиль, который мы разработали в 2018 году, и в 2019 году его усовершенствовали. Для нас это было очень важно, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что у нас фестиваль музыкальный, и у нас все-таки такое более академическое направление. С другой стороны, мы понимаем, что мы проводим его в уникальном месте, в природной локации. И республика Карелия, она у всех ассоциируется с природой, с красотой озер, камня. И нам как-то хотелось, чтобы это все каким-то образом могло совмещаться в нашем фирменном стиле. И вот в итоге, в 2018 году мы поработали с прекрасным дизайнером Анастасией Лукиной, которая работала в команде дизайнеров, создававших логотип Олимпиады в Сочи. И вот предметом ее работы стал вот тот самый фирменный стиль, который мы сейчас используем для позиционирования фестивалей. В этом стиле разработан сайт, в этом стиле разработана вся навигация внутри парка, когда проводится фестиваль в социальных сети, то есть все, что возможно. И, конечно же, линейка сувенирной продукции тоже была разработана. Мы начали это делать в 2018 году. В 2019 году мы поняли, что это может быть полезно, и запустили ее в продажу. И, в общем, она у нас хорошо очень расходится и там, на месте проведения фестиваля. И потом, уже после того, как фестиваль прошел, мы у себя в филармонии, в нашем сувенирном ларьке тоже продаем элементы этой сувенирной продукции. И она, в общем, пользуется популярностью. Для нас очень важно, чтобы... Изначально было для нас, это принципиально важно, чтобы наш фестиваль, он ведь не для нас, не для филармонии, мы ведь не для себя делаем. С одной стороны, прежде всего, конечно, мы делаем его для публики. Но для нас еще очень важно, чтобы те люди, которые живут рядом с местом, где проводится фестиваль, чтобы они тоже понимали, что от этого фестиваля есть им какая-то польза, да, чтобы шло какое-то развитие территории, где проводится фестиваль. Мы понимаем, что, наверное, конечно, статистика такая есть в нашего отдела по туризму, информационного туристического центра, но то, что количество гостевых домов, которые находятся вот недалеко от того места, где проводится фестиваль, оно увеличилось, и то, что в перспективе появляются новые не только гостевые дома, но и, в принципе, гостиницы и туристические комплексы, это на самом деле так. То есть район Сартовальский, где находится горный парк Роскеалово, вот город Сартовало рядом, он в плане туристического гостеприимства развивается. Появляются новые кафе, новые рестораны, появляются новые гостевые дома и так далее и тому подобное. И для нас, знаете, самым главным показателем является, когда мы в феврале месяце звоним в близлежащие гостиницы как организаторы с вопросом «Здравствуйте, корейская филармония, мы бы хотели у вас забронировать там столько-то нам надо номеров», нам говорят «Вы знаете, у нас в эти дни фестиваль проводится, и у нас уже все гостиницы забронированы». Это происходит в стабильном феврале месяце, понимаете? Это, мне кажется, это самый лучший показатель того, как экономика региона в этот момент вообще просто начинает подтягиваться. То есть это те дни, когда просто бум происходит в Сартовальском районе, и туристы все стекаются. Конечно, мы стараемся задействовать и местных жителей для того, чтобы они работали. В большей степени даже, наверное, этим занимается именно там горный парк, потому что количество людей, которые на территории работают в Эхитине, оно тоже увеличивается. И это очень важно, чтобы люди, которые живут там, на месте, чтобы они тоже были вовлечены в процесс вот этого действия. По традиции фестиваль заканчивается салютом. И вот здесь также можно увидеть, как мы себя позиционируем в социальных сетях. Мы есть везде. В этом году мне пришла мысль, что, наверное, нужно уже идти в TikTok, потому что все туда идут, а у нас еще нету. Наверное, будем с этим тоже работать. Ну вот презентация. У нас еще есть ролик. Я думаю, что ролик нужно будет показать в самом конце, уже когда там, по завершению разговора. Ну вот я готова ответить на любые вопросы, которые, может быть, возникли в процессе. Ну, не скрою, вы уже очень многие вопросы наши, которые были приготовлены, раскрыли. Но все-таки я бы хотела некоторые более, может быть, тонкости узнать. Насколько вообще было сложно выстроить это правильное взаимодействие с новой площадкой? Поскольку понятно, что филармония работает как учреждение культуры в рамках своих госзаданий и так далее. А здесь возникает новый партнер, причем из другой отрасли. И вот это, как бы, с одной стороны, синергия, конечно, хорошо, с другой стороны, это всегда такой опыт пригодится, я думаю, многим. Потому что мы не скроем, часто возникают какие-то конфликтные ситуации, да, которые из-за того, что понимание разное, процессов, их надо уметь согласовать и решить. Ну, на самом деле, конечно, действительно, уникальность нашего проекта именно в таком синергетическом эффекте, да, когда объединяются различные силы, и вот результат такой появляется. Но, с другой стороны, конечно, на грабли-то мы на большие наступили в 2018 году, когда только стали взаимодействовать с парком, и нам нужно было каким-то образом убедить парк в том, что билеты на этот фестиваль должны продавать мы. Потому что понятно, что они представители бизнеса, да, то есть они понимают, как зарабатывать деньги, они вкладывают огромные средства в развитие своей инфраструктуры парка. Но все-таки в связи с тем, что начиная с 2018 года бюджетные средства пришли в проект, да, мы как учреждение культуры, которое получило бюджетные деньги, там, первый год это было порядка трех небольших миллионов рублей, мы должны были показать эффект экономический, так или иначе, от вложения, да, государством денег. Соответственно, мы должны были продавать билеты, мы должны были показать и количество посетителей, которые пришли, и, соответственно, деньги, да, которые мы привлекли в том числе на реализацию этого же проекта. Нам очень было сложно договориться в 2018 году, то есть парк вообще не хотел уйти ни на какие компромиссы. Мы предлагали им заплатить аренду, они отказались и в конце концов отдали нам просто на безвозмездных условиях парк, но в надежде, что мы как бы провалимся, как мне казалось, что мы не сможем сделать, как филармония, как учреждение культуры, которое привыкло работать на стационаре, на выезде вот такого рода события. Ну, представьте, нам пришлось впервые в жизни своей командой организаторов в Силамонии выехать, работать фактически в поле, потому что у них на тот момент центральный вход парк переместился в новую зону, и там не было никакой инфраструктуры. То есть фактически мы билеты входные продавали в палатках, которые мы арендовали, стали под открытое небо, то есть мы должны были вывести туда кассовый аппарат, мы должны были вывести туда билеты и так далее. Это колоссально сложно было, но тем не менее мы на эти грабли наступили, мы очень много совершили ошибок, но мы, честно говоря, этому рады, потому что мы многому научились, и в конце концов стало понятно, что все равно мы справились и билеты будем дальше продавать мы. И, слава богу, начиная уже с 2019 года, мы выстроили хорошее отношение с парком на нормальной коммерческой основе, мы их убедили в том, что раз мы работаем на их территории, наверное, с использованием бюджетных денег и продаем билеты, конечно, мы им должны за это заплатить, потому что это нормально, то есть это частная территория, они выкладывают огромные деньги в инфраструктуру, мы просто договорились о том, что мы платим аренду парка на то время, когда мы проводим фестиваль. И, слава богу, как бы сейчас у нас вопросов взаимодействия с ними нет, но первый год это было очень напряженно. Да, понятно. Взаимодействие бизнеса и государственных структур часто сталкиваются с такими проблемами. Ирина, вы сказали, что у вас очень большие планы по медийности и в 2021 году вы хотите уже и новые форматы применить. А расскажите вот про всех ваших основных, может быть, медиапартнеров, с которыми вы работаете, как бы они вообще появились, кто привлек в первый год, например, партнеров вы или парк и как это развивалось. Я вижу, что у вас уже больше 80 разных СМИ работают с вами на постоянной основе. Ну вот так получилось, что в 2017 году мы вообще этим вопросом не занимались. То есть вопросом освещения в СМИ в основном занимался парк, это был же пробный такой наш шаг, да, и первый концерт. И в 2017 году наша пресс-служба филармоническая, она подключилась только уже как бы после, когда стало понятно, что выставил проект. Нас пресс-секретарь везде, где возможно было, соответственно, разослала пост-релизы мероприятий, там с фотографиями, с видео. Конечно, как событие это было очень интересно нашим СМИ, корейским, потому что, ну, во-первых, у нас главарь в Викистепте принимал участие, он выходил на сцену. Естественно, местные СМИ, телевидение и другие, не только телевидение, да, все медиаресурсы, они подтянулись, все в этом сказали, написали. И фактически это очень быстро разлетелось, и уже в 2018 году интерес очень подогревался. Ну вообще в 2018 году, когда мы запускали продажу, это было в середине июня, где-то там в районе 50 или 15 июня, мы сделали такую презентацию, на которую пригласили представителей туристического бизнеса. То есть мы собрали всех туроператоров в Карелии, которые у нас были, и пригласили несколько туроператоров из Москвы и Петербурга, но в частности из Петербурга, по-моему, двое было представителей. Мы для них сформировали специальные папки участников, сделали презентацию. И вот мне кажется, что наш первый шаг был сделан вот в этом. Куда приехали, в том числе, и наши, которые отсняли, и мы начали вот этот процесс потихонечку развития и раскрутки. Удивительно то, что нашей пресс-службе вот просто напрямую удалось выйти на такие ресурсы, как журнал National Geographic России, например. Удивительно то, что, вот то, что я не написала вам, да, в предварительной информации СМИ, но нам удалось в 2018 году уже разместить информацию о нашем фестивале в бортовом журнале авиакомпании S7. Как мне кажется, это тоже сделало свое дело, потому что в течение месяца этот журнал был во всех самолетах S7, а на тот момент S7 у нас был авиакомпанией, которая летала в петрозавод. Это тоже сыграло колоссальную роль, мы провели с ними переговоры, и вот они согласились. Конечно, такое событие, интересно, оказалось и профессиональным, профессиональным нашим музыкальным газетам, потому что среди тех, с кем мы работаем, есть и газета «Музыкальное обозрение», музыкальный журнал, и радио классической музыки «Орфей», и, мне кажется, «Куландайк» тоже остался небезучастным к нашему мероприятию. То есть, вот оказалось, что работа нашего пресс-секретаря фактически у меня, чтобы вы понимали, «Келомоний» один пресс-секретарь. Ну, конечно. Объем работы, который вот она проделала, это вот фактически результат ее работы, хотя, конечно, в 19-м году ее уже были помощники, да, свой человек, а вот в 20-м году мы, знаете, что сделали? Мы договорились с нашим корейским центром развития добровольчества, у нас есть такой центр, который занимается формированием команд волонтеров. Подали совместно на грант, и они выиграли грант под наш фестиваль, для того, чтобы обучить профессионально команду волонтеров работать на фестивале. И мы волонтеров формировали по направлениям. И получилось, что в направлении СМИ оказались люди очень заинтересованы приехать на фестиваль, как бы поучаствовать в этом и поработать в качестве волонтера. То есть они прошли, помимо того, что у них уже были какие-то навыки, профессиональное обучение еще в рамках вот этой волонтерской программы, и отработали с нашим секретарем, с Мариной, как бы по полной программе, и помогли очень круто ей вот в 2020-м году в плане создания и роликов отличного рода, и просто работы на месте, когда ты понимаешь, что у тебя там 20 представителей СМИ с СМИ в один день приезжают разными поездами, автобусами, машинами, и в разных концертах парка их надо встречать, провожать до сцены там и так далее и тому подобное. То есть это, конечно, колоссальная работа. И мы дальше понимаем, что в таком формате мы и будем взаимодействовать, потому что это очень большой блок работы, большой блок такого направления, который имеет место развиваться дальше. Да, конечно, это огромная работа, тем более, что вы говорите, что в прошлом году, да, у вас в парк приняло максимальное количество людей, которые вообще могли пройти там за время фестиваля. У нас оказалась такая ситуация, что мы за два или три дня до начала фестиваля, мы вынуждены были закрыть продажу билетов на сайте, потому что мы поняли, что мы в год продали уже больше трех с лишним тысяч билетов на сайте. У нас еще была бронь в кассе, которую люди тоже выкупали. И у нас уже была часть билетов продана у туристических компаний, у них тоже еще была бронь. И мы понимали, что еще будет какой-то поток людей, которые приедут туда, и представьте, люди едут в разных регионах, что мы им говорим, извините, мы вас не можем уйти в парк, как бы, да, тоже нелогично. Поэтому мы закрыли продажу, и в конечном итоге все равно у нас оказались люди, которые не смогли просто попасть на фестиваль, а вот в день фестиваля мы вынуждены были работать по такой схеме. То есть вот у нас люди выходят из парка, мы отчитали, и 20 человек вышло, да, мы спрашиваем, вы уже все или вы вернете, да, ну, как бы фестиваль же целый день идет, кто-то на час приезжает, кто-то на два, кто-то на пять, да, кто-то. Вот, если люди говорят, что все, они уезжают, мы тут же передаем информацию, как бы, в кассу, и говорим, что там 20 килетов можно продать, а там стоит очередь, понимаете? То есть это для нас было вообще таким стрессом, и нам команда волонтеров помогла, потому что людьми, которые приехали к кассе, их не пускают, и мне тоже надо с подражениями работать, потому что, естественно, все хотят попасть, и в тот момент, когда начинают говорить людям о безопасности, что есть вместимость парка, а они приехали, и вот тут стоят, их уже это мало волнует, честно говоря, они хотят сейчас здесь, чтобы их пустили, и, в общем-то, им не очень сейчас важно, безопасно или небезопасно. Я приехал, давайте вы меня пустите, а там уже, как бы, что называется... Если камни будут падать, это уже потом, да? Да, это потом, вы меня сейчас, главное, пустите, поэтому вот такая ситуация в этом году создалась, но я понимаю, что это, естественно, в том числе влияние пандемии, потому что фактически до 15 августа у нас в этом году был локдаун, у нас ничего не было, и вот этим фестивалем мы открыли театрально-концертный сезон в филармонии, и вообще в Республике Карелия. У нас запустились театры, филармония, мы начали работать и давать спектакли, концерты показывать и так далее. То есть для нас это было таким важным моментом, и для людей, которые просто изголодались и уже хотели куда-то сходить, поехать, тем более, что границы были закрыты, и весь российский турист искал, куда поехать в этом году в Россию можно. А тут как бы вот такое событие, которое, в общем, уже нашумело, поэтому, да, ну, примерно вместимость парка, порядка, проходимость порядка 5,5 тысяч человек в день, ну, вот, собственно говоря, у нас, наверное, около 6 тысяч прошло. А вы планируете фестиваль по длительности расширять? Сколько дней он сейчас вот идет, и сколько возможно? Вообще, когда-то начиналось с одного концерта, в 2018 году у нас была пятница, вечер и суббота целый день, в 2019 году у нас была пятница, вечер, суббота целый день и воскресенье до обеда, до 4 часов дня. В этом году планировалось тоже 3 дня, в 2020 году, но пандемия несла свои корректиры, нам согласовали только один день, поэтому вот 6 концертов максимально затолкали в работу одного дня. Фестиваль в 2021 году планируется у нас 13-14 августа, это в пятницу вечером 2 концерта и целый день в субботу. Просто опыт показал, что воскресный день не пользуется большой способом, популярностью среди публики, потому что, ну, людям надо успеть вернуться домой, кто-то приезжает из Петербурга, вот, и поэтому такого потока публики нету, а, конечно, самое дорогое у нас, фактически в этом фестивале это оборудование сценическое, которое устанавливается, и оно просто в воскресенье не окупает, скажем так, затрат на его установку. Вот, поэтому пока приняли решение, что вот 13-14, во 2 дня, пятница вечера и суббота, но, естественно, работают две площадки, это центральная площадка в итальянском карьере, где мы ставим по прежнему сцену, со звуком и светом, и несколько концертов музыки на воде, в которых в случае отсутствия дождя мы, естественно, будем проводить. Ирина, а скажите, нам из-за презентации не совсем было, как бы, понятной нашей аудитории, как все-таки размещаются зрители. Это проходит в формате такого пикника, я бы сказала, да? То есть никаких зрительских мест или VIP-мест нет, или есть все-таки зона, и вот кто-то захочет купить. Ролик, я думаю, что в ролике это можно будет увидеть. У нас, конечно, на основной площадке, которая в итальянском карьере устанавливается, там есть посадочные места. В этом году просто в связи с пандемией на той же самой площадке, которая была в прошлом году, у нас было установлено в три раза мест меньше, с интервалом полтора метра, поэтому их было там порядка, по-моему, 150. А так у нас порядка 450-480 мест устанавливается посадочных прямо перед сценой. Это максимально, что можно установить на территории итальянского карьера, потому что мы понимаем, что людей гораздо больше, чем 450 человек на месте присутствует. И нужно еще дать возможность всем, кто хочет тоже послушать и посмотреть. Поэтому остальные все размещаются, кто-то стоит, там есть небольшие камни, столы, где можно разместиться. Люди приходят с ковриками, с пледами, кто-то приходит со своими раскладными стульчиками, и они садятся. То есть это происходит вот таким образом. А то, что касается площадки на воде, там, конечно, с одной стороны, очень опасная история, потому что скалы отвесные, и горное озеро, оно находится в окружении вот этих отвесных скал. Но очень здорово, что в течение последних двух лет инфраструктура горного парка развивается, и они просто сделали потрясающую вещь в этом году. Они открыли прекрасные смотровые площадки, очень хорошо укрепленные со всех сторон. То есть зритель может подойти и увидеть с высоты скалы воду, но при этом это все ограждено специальным ограждением, за которое не рекомендуется никому заходить, хотя есть мещики, которые спускаются. И в этом году был прецедент, что мне пришлось даже плота объявлять, что, пожалуйста, уйдите, потому что, ну, вы же отвечаете безопасность людей, которые находятся там. Это очень серьезный вопрос. А люди не всегда думают о своей безопасности и не хотят думать о ней. Поэтому даже пришлось объявлять прямо с плота, что, пожалуйста, мы не начнем следующий концерт, пока вы не уйдете с этих опасных мест и не подъявитесь. Потому что, в принципе, инфраструктура сделана так, что можно хорошо стоять вокруг вот этого озера из любой точки этих смотровых площадок, где видно плот. Более того, в этом году мы еще отработали с нашей командой технической группой. Это компания SMK Group, которая уже в течение четырех лет с нами работает, ставит нам звук и свет, чтобы они нам поставили озвучку хорошую именно вот музыки на воде. Потому что, когда без озвучки музыканты играют, очень по-разному слышно в разных концах горного озера и сверху. Они поставили микрофоны на плот и через специальный Wi-Fi-передатчик и звук передается в колонки, которые установлены по периметру озера. То есть это, конечно, дало тоже свой эффект, потому что стало людям гораздо лучше слышно и уже совершенно по-другому поднимается это будет, чем бы они просто играли без подзвучки. Да, у вас очень интересно все. И я думаю, что в конце нашей беседы я хотела бы все-таки задать вопрос о таких более, может быть, и расширенных планов на 2021 год. И в связи с тем, что у нас как бы система цифровизации все равно будет развиваться, может быть, у вас какие-то будут еще интересные технические новшества с применением, вот как вы говорите, озвучки. Может быть, есть какие-то еще дополнительные идеи? Ну, то, что мы планируем в этом направлении развиваться, это точно. Во-первых, мы уже в течение нескольких лет, в том числе, точнее, не то, мы в течение нескольких лет уже совместно вот с нашими техническими партнерами, компанией СМК, мы просим, чтобы они нам сделали подсветку скал в том месте, где у нас находится сцена. Это фантастически красиво выглядит, когда смеркается, да, и салют, перед тем, как салют, уже видно, вот эти скалы светятся разноцветными, это очень красиво. Но вот в 2021 году мы хотим еще отработать тему либо с экраном, либо проекцией конкретных видео, либо на скалы, да, либо, ну, то есть мы будем сейчас думать технической группой, как это сделать. Почему? Потому что мы хотим вечерний концерт в пятницу посвятить все-таки юбилею Карелии, столетию, который прошел в 2020 году, но мы задумку с этим концертом не смогли организовать, но мы хотим все-таки ее провести в 2021, да, несмотря на то, что юбилей прошел, сделать концерт с симфоническим оркестром, в котором целое отделение будет посвящено музыке российского кинематографа и тем фильмам, которые были сняты в Карелии. А их очень много. Очень интересно. И мы хотим, чтобы параллельно с исполнением этой музыки, мы надеемся, что кто-то из медийных артистов, я пока не буду секреты раскрывать, нашего кинематографа приедут к нам для того, чтобы спеть часть этих песен, и в том числе делать красивый конферанс этому концерту, чтобы мы могли еще увидеть параллельно кадры из этих любимых кинофильмов. То есть мы думаем о том, куда это спроекцировать, да, для того, чтобы шоу было более масштабным и красивым. Конечно, мы не оставляем идею зависеть в другие площадки, потому что там есть очень хорошая площадка на старой парковке Кусляла-Симфонии в 2019 году. Там такое асфальтированное место, где находятся кафе-рестораны, ровная поверхность в 2019 году, в связи с тем, что это был гостеатр. А у нас там выступали под открытым небом наши партнеры из наших корейских театров. Нам очень понравилось, как работал театр «Кукол». И мы надеемся, что мы их рассчитываем в 2021 году тоже их позвать. То есть они показывали спектакль под открытым небом для детей и молодежи. Назывался он «Чаепитие в Петровской слободе». Он тоже с национальным компонентом. Он с участием артистов театра, кукол, костюмов. А потом еще параллельно они проводили мастер-классы по кукловождению, большие куклы показывали. Родители с детишками туда стекались, им было это интересно. И посмотреть, и с этими куклами поговорить, и пообщаться, и попробовать, как это в руках, эту марионетку подержать, как она может работать. И мы думаем, что вот эту вот идею площадки такой детской, семейной, на которой параллельно с главной площадкой может что-то происходить. Возможно, это будет, например, духовой оркестр, который будет играть музыку в парках. Мы тоже будем стараться, чтобы эта музыка, если она будет там звучать, чтобы она, как видите, только андерно звучала, мы ищем какие-то форматы, которые будут интересны не только для тех, кто пришел конкретно в итальянский карьер, посмотреть на сцену, или на озеро, но для тех, кто просто пришел в парк, и у него там есть, например, всего час или два погулять, он знает, что проходит фестиваль, он все равно должен быть вовлечен вот в это фестивальное движение. Замечательно. И в конце я бы хотела спросить, если кто-то из наших участников форума, молодежи, захочет принять участие в этом формате помощи фестивалю, то вы рекомендуете обратиться в ваше местное движение волонтерское, как я понимаю, да? Да. Связь через них. Я думаю, что можно через них, а можно к нам напрямую. Мы с удовольствием примем всю информацию, и потом, когда уже непосредственно команда волонтеров будет формироваться, нам будет очень приятно, если приедут ребята из других регионов и поработают вместе с нами. Мы всегда волонтеров поощряем, помимо дипломов, мы им всегда обычно дарим какие-то элементы субъемирной продукции, они могут с собой ввести там или там футболки, там, не знаю, зачки, там что-нибудь, там, сумочки, что-то такое. Мне кажется, для балалюжи это здорово всегда, когда есть какой-то атрибут, который они могут с собой на память ввести. Ну и, конечно, это встреча с артистами, музыкантами, фотографии, потрясающая природа. Мы очень рады будем здесь, если будут желающие. Ирина, процветание филармонии вашему замечательному проекту. И сейчас мы хотели бы продемонстрировать ролик, который предоставлен нашим участникам форума, для того, чтобы они воочию увидели, что происходит на вашей площадке. Успехов вам! До свидания! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok